всем привет спасибо что заглянули на мой канал сегодня у меня будет необычное видео видео эстафета в котором я должна буду ответить на 6 вопросов касаемо темы весны и передать эту эстафету трем другим каналам я нахожусь здесь в парке сзади нашего дома с сыном сын вот стоит рядом эстафету я приняла от канала натали стар натусик привет и спасибо тебе еще раз огромное за отзывы о моем канале мне очень реально приятно я была удивлена спасибо тебе огромное ссылку на наташин канал я оставлю под своим видео проходите подписывайтесь очень интересный канал девушки двое детей муж хорошая семья она каждый день выкладывает видео мне нравится такая знаете пробивная девушка идет к своей цели на тусик желаете поскорее тысячи подписчиков в общем начну отвечать на вопросы первый вопрос любите ли вы весной если любите почему я люблю все времена года кроме осени осени я не люблю вообще для меня это депрессия нет настроения дожди я не люблю дождливую погоду а все остальные я люблю поэтому да и конечно же соответственно мне нравится время года весна во первых прибавляется день он становится длиннее начинают петь птички зелененькая травка выглядывает чистое небо тепло не жарко не холодно вот такую погоду я очень люблю я я я вопросы записала на листок бумаги и сын сейчас предложил маму давай вопросы буду читать я я гонова так что второй вопрос любимый весенний месяц мой любимый весенний месяц именно весенний месяц мой любимый весенний месяц ну конечно же это май тот месяц когда весна переходит в лето и в этом месяце у меня родился сыночек который стоит смотрит на меня и конечно же именно если из весенних месяцев то мой любимый месяц май а так мой любимый месяц декабрь потому что в декабре день рождения у меня и мужа в один день у нас день рождения только разница в три года и день рождения у мамы и сестры следующий тут птицы летают сын вот привет передай всем привет он стесняется самая запоминающаяся весна у меня их две давайте по порядку начнем первая весна у меня запомнилась в 2004 году в апреле 14 апреля в этом году я переехала из страны туркменистан где я прожила и родилась в страну россия где я сейчас и живу поэтому для меня это был очень такой ответственный шаг сказать что тяжело мне дался это переезд нет он был не тяжелым я быстро адаптировалась но страх переезда был перед чужой страной перед чужими людьми вообще перед чужим скажем так менталитетом потому что в средней азии кто проживал менталитет от российского отличается но для меня вот это было такое запоминающаяся весна и второе это рождение сыночка 2007 год 16 мая самая знаменательная дата поэтому вот эти две сны которые я помню и не забуду макс не спи куда бы я поехал зимой ну зимой скорее всего если в какое-нибудь теплое но не жаркое место потому что она как бы у нас зима не очень холодная и снега практически бывает мало если мы хотим там поваляться в снегу мы едем обычно при эльбрусье ну а так я бы скорее всего поехала в какую-нибудь страну где не жарко и не холодно что-то среднее какой-нибудь такой умеренный климат ну куда не знаю если честно я не подготавливалась на ответы на эти вопросы так спонтанно как бы сейчас не знаю но скорее всего может быть я бы съездила в турцию у них как бы зимой и не особо холодно и не особо жарко но что-то среднее если выбирать или в грузию наверное куда-то вот сюда поближе к нам так какими праздники но самый важный праздник это день рождения сына мы отмечаем весной 16 мая также мы отмечаем обязательно 9 мая правда в этом году никуда мы не ходили в связи с самоизоляцией и 8 марта но 8 марта мы как бы не отмечаем так чтобы эх разгуляться но поздравление от мужа от девчонок подруг друг друга поздравляем можем куда-нибудь сходить как то вот так я вообще люблю все полевые цветы абсолютно все но больше всего из весенних мне нравится тюльпаны обожаете цветы потому что у них такая цветовая гамма разная они могут быть любого цвета это очень красиво и еще мне нравится фиалки тоже очень красивые цветы ну и все это ответ на это мои ответы на вопросы и сейчас хочу передать эстафету каналам первый канал кому я хочу передать эстафету очень красивая девушка я недавно познакомилась с этим каналом буквально совсем недавно но уже мне нравится видео ролики которые выпускают я помню сын мне тут я написала эти каналы на листочек сын мне поставил я говорю я но я помню все эти три канала потому что я их смотрю с удовольствием так что первый канал единственно я могу неправильно назвать этот канал потому что мы с сыном читали второе слово катюш если неправильно назову извини катя перед рай лайф влог очень красивая девушка живет в украине город запорожье я была в этом городе хороший город у катюши очень миленькая девочка сашулька замечательный муж интересные влоги она снимает о своей семье о доченьке начинающий канал но хочу сказать для начинающего канала очень хорошие видеоролики тут бегают собаки их полно в парке второй канал кому я хочу передать стафету также очень красивая эффектная девушка Виолетта Радченко она живет в России в Краснодарском крае город Геленджик снимает очень интересные ролики о макияже о косметике также снимает влоги в ней есть свой насколько я знаю интернет-магазин корейской косметики очень интересная красивая девушка также советую и третий канал кому я передаю эстафету это Марина Бьюти девушка также живет в России в городе Виски очень симпатичная милая красивая девушка она рассказывает в своих видео о своих отзывах косметики о своих впечатлениях о макияже она занимается эйвоном но на канале не только продукция эйвон любая продукция которой она пользуется она оставляет отзывы честные отзывы что мне нравится очень советую так что на этом я буду заканчивать свое видео эстафету все ссылки на канал я оставлю в инфобоксе проходите знакомьтесь с каналами если вам понравится оставайтесь подписывайтесь спасибо еще раз большое на тусик тебе за доверие к моему каналу было неожиданно признаюсь честно а сейчас мы пойдем с сыном в магазин сын просто завтра уже уезжает я хотела это видео вставить куда-нибудь в свой влог но решила что я должна это сделать но решила что лучше пусть будет отдельным видео завтра я постараюсь поснимать тоже как поедем провожать сына так что до новых встреч спасибо вам большое скоро я